Прыжки в воду Прыжки в воду – это моя любовь на всю жизнь. Прыгать – это как научиться летать. От этого невозможно не получать удовольствие. Ты кэфуешь от этого каждый день. Белорусские шеф-повара пригласили меня в программу «Я не буду это есть». Интересно, что же они для меня приготовят и чем будут меня удивлять? Привет, Украина! Мы в Киеве. Мы узнаем, какая ты на вкус и что не любят украинские звезды. Сало, бульба, капуста, вареники, борщ, ралушки. Мы охотимся за вашими кулинарными кошмарами. Я, Ольга Прыгарова, докажу, что вкус не имеет границ. А я, Александр Чеклевский, напомню, что пластика – бессмертность. Прямиком из бассейна бодрой походкой Илья направился на встречу с шефом. Смелее. Добрый день. Добрый день. Был в компанию. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Это вы самые известные шефы, которые приехали из Беларуси, которые будут удивлять. Все привыкли слушать в плане того, что есть шефы из Италии, из Франции. Не знаю, откуда там. В общем, у нас всемирно известный шеф из Испании приедет. А из Беларуси никогда не слышал. Круто. Очень рад с вами познакомиться. И мы, Илья, рады с тобой познакомиться. Сейчас будем от тебя узнавать побольше. Ну, вообще, так скажем так, знаменитая личность. Я смотрел Олимпиаду восьмого года. Кстати, я смотрел тоже на Олимпиаде, только на кулинарной. Олимпийские игры, это они несравнимы на самом деле ничем. Мне, как профессиональному атлету, для меня это самый важный старт, к которому ты готовишься всю жизнь. Момент истины, когда у меня сбылась мечта, мечта всего моего детства. Я начал тренироваться 8 лет, а в 20 лет я завоевал олимпийскую медаль, стоя на пьедестале. И ощущая вот эту всю несравнимую гамму чувств и эмоций, меня переполняло и радость, и восторг. И даже слезы текли по глазам. Это было очень круто и незабываемо. Я с другой стороны зайду, да? Со стороны еды. Чем кормят на Олимпийских играх спортсменов? У вас строгая диета или все что угодно? На Олимпиаде есть все. Там входит до того, что есть все кухни мира. Там огромная столовая, где присутствуют все кухни мира. Есть даже Макдональдс. Он является официальным спонсором олимпийских игр. И тем не менее, в Макдональдс почему-то всегда были очереди. Вообще не поняла, как можно на Олимпийских играх стоять в очереди 40-минутный в Макдональдс. Тем более, когда у тебя есть национальная кухня страны, в которую ты приехал. У меня есть определенные традиции. Например, когда я приезжаю в аэропорт, я почему-то обязательно должен съесть гамбургер или что-нибудь такое. Всегда. Это, наверное, единственное место, где я ем фастфуд. А так в жизни нет. Теперь наш коронный вопрос. Что же ты не любишь? Спасибо. Что же ты не любишь есть? Ну, самое такое, что мне не по душе и то, что вообще меня доставил самые негативные эмоции и чувства, это говяжьи легкие, которые я пробовал в отварном виде. Ну, так сложились обстоятельства, мы с моей женой поехали к ее бабушке, ну, уже к нашей бабушке. И она говорит, ой, я приготовил такой эксклюзивный наблюдатор. Она говорит, ты никогда такого не пробовал. С этого начинаются все хорошие истории. Мне по виду оно не понравилось уже, в принципе. Оно было как такое желе, такое порезанное мелкими частями. Я такой на нее посмотрел, но очень скептически так, отстраненно, но не попробовать не мог. Бабушку обидеть нельзя? Конечно. Я съел один кусок и описать то, что я хочу в тот момент очень сложно на самом деле, но мне приходилось делать вид, что все очень вкусно, улыбаться. Я не представляю. Класс, вообще, это просто белиссимо, идеально. Но я сытый, мне одного кусочка достать. Да, я говорю, вот, она говорит, давай еще. Бабушка в этот момент куда-то вышла, а рядышком бегали собачки. Бабушки везде одинаковые, будто Белоруссия или Украина накормят до отвала. Но нам по условиям нашей программы придется тебе все-таки угостить этим продуктом, потому что ты уже, наверное, получишь курсе, да? Я чувствовал, я чувствовал, да. Что что-то будет какая-то засада. У нас собак нету, выкидывать некуда сразу. А ты приводи друзей. Скормишь им? Да, если что, скормишь им, если мне вообще не понравится. Хорошо. Готовить субпродукты, в частности, легкое или почки, ну, что угодно. На самом деле это не тяжело, потому что можно хорошо приготовить абсолютно любой субпродукт. Главное знать, как. А где искать такой деликатес? Конечно, на рынке. Хотя тут есть более интересные варианты, чем говяжье легкое. Но задание есть задание. Рынок в Киеве, конечно, удивляет. Здесь такое изобилие продуктов, что разбегаются глаза. Но я пришла за говяжьим легким. Здравствуйте. Говяжье легкое? Да. Рассказывайте, свежее, не свежее? Когда получили? Вчерашний забой. Вчерашний забой. А бескровленное как надо? Да, бескровленное. Все, по доктору, все, не пошло. Отлично. Мне надо говяжье легкое. Буду готовить для ликваши. Килограммчика на 2-3. Подберете мне что-нибудь? Самое-самое красивое. Спасибо. Спасибо. При выборе говяжьего легкого обратите внимание. Нежно-розовый цвет, без посторонних запахов, целая оболочка. Обязательно обескровленное. Ну, и приятного аппетита. А что интересного Саша приготовит из легкого для Ильи? Узнаем совсем скоро. А пока перед решающей дегустацией ненавистного блюда хорошо бы отведать что-то вкусненькое. И как раз напротив бассейна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? У нас замечательно. Супер. Мне, как обычно, значит, капучино. У нас есть трубочка. А, ну и... И трубочку. Нет. И история без сафара с собой. С этим местом, с простером кавы, связанной, наверное, последние несколько лет нашей жизни. Потому что, когда я профессионально занимался спортом, мы всегда сюда после тренировок ходили. Потом я начал сюда ходить уже непосредственно с ребятами, которым я прививаю любовь к спорту, к любителям прыжков в воду. И плюс еще, конечно, мы на прогулках с маленькой дочкой всегда заезжаем сюда, берем кофе с собой. Кофе какие-то сладости. И уезжаем. Тут недалеко озера красиво, поэтому тут гуляем. Илья Кваша – самый титулованный прыгун в воду в Украине. Бронзовый призер Пекинской Олимпиады. А все остальные спортивные заслуги – это не одна коробка медалей и целая витрина кубков. Я не собирался заканчивать. Я планировал закончить после Олимпиады Токио и с феерическим выступлением, да, с медалью. И, в принципе, я к этому готовился и психологически, и морально, и, ну, и работал над этим. Но жизнь сложилась совершенно по-другому. Я говорю, как обухом поговорить отдали. Сказали, 180 тебя развернули. Сказали, идти в другую сторону. Я вообще стараюсь везде все успеть. Придумали первую в Украине программу прыжков в воду для любителей. То есть люди любых профессий, любых возрастов приходят ко мне и просто учатся красиво прыгать в воду. То есть то, чего раньше не было, в принципе. Вот мы придумали такой продукт, и вот мы сейчас его продвигаем. А вам бы было слабо прыгнуть в бассейн глубиной в 6 метров? Да еще с высоты. Я бы, пожалуй, попробовал. Но не исключено, что тогда следующую программу комментировал бы кто-то другой. Когда вот у нас первый человек полетел с 10 метров, он бывает, он просто с воды, как пуля, вынырнул. Подбегает ко мне и говорит, это такой кайф. Ну, то есть он говорит, я завис в воздухе. Почуешь, ему нужно выпрыгнуть и зависнуть. А когда ты летишь, у тебя, условно, то есть все, ну, то есть ощущение, что у тебя вот так все внутренности поднимаются сюда. И ты со скоростью 60 км в час погружаешься в воду. Это длится, ну, 2 секунды. Но за эти 2 секунды ты получаешь такую гамму чувств и эмоций и адреналина, что, ну, блин, это ни с чем не сравнивает. Точный вброс адреналин. Кофе мы пили, поеду за женой, нас уже ждут шефы, посмотрим, что они нам приготовили. Приготовить легкое, в принципе, просто, но нужно знать некоторые секреты. И, надеюсь, Саша ничего от нас не скроет. Как правильно сварить легкое? Его предварительно желательно вымочить примерно в течение 2 часов в холодной воде. Вот. Затем удалить такие вот достаточно крупные протоки. Они нам не нужны. Удаляем. Нарезаем небольшими кусочками. Складываем в кастрюлю. Добавим немножко соли. Заливаем холодной водой. Легкое закипело. И добавляем сюда корень петрушки, морковь, лук, лавровый лист, душистый перец, черный перец. Делаем чуть-чуть меньше огонь. Накрываем крышкой. И оставляем минут на 40 для того, чтобы легкое приготовилось. По своему вкусу легкое чем-то, что-то среднее между мясом и салом. Ну, достаточно интересный вкус. Когда я узнал, что надо будет готовить легкое, было несколько вариантов. Я хотел делать колдуны. Я хотел делать просто как, что-то типа вроде стейков. Ну, а потом решил, что все-таки домашние пирожки, это будет прикольно. Этот вечер Илья совсем не ждал, но он пришел. И сегодня придется вновь столкнуться со своей не спортивной, а кулинарной травмой. А помогут ему наши известные гастропсихологи и шеф-повара Ольга Прыгарова и Александр Чекелевский. Ребята, добрый день. Очень рады видеть вас в нашей студии в Киеве. Мы сами приехали из Беларуси показать свою кухню, узнать что-то интересное о киевлянах и вообще о украинцах. Ну и узнать о вас. Мы с гастролями встречаемся. О вас, да. Илья, рассказывайте о своих гостях. Ну, это самые близкие и дорогие для меня люди. Это моя супруга, единственная неповторимая Илона. Ты рада, что идицына. Так сказать, духовный вдохновитель и помощник всегда и во всем. И друг нашей семьи, крестный отец нашей дочери Геннадий. Моя жена красивая, умная и коммуникабельная. Почему коммуникабельная? Потому что находить компромиссы со мной сложно, но у нее это получается. Мы узнали, что ты не любишь определенный субпродукт и решили его приготовить. То ли Оля будет готовить в своей интерпретации, я в своей. Я боялась есть и легкое, потому что это был первый мой раз. И я даже не то, что я смотреть на него не могла, если говорить в сыром виде. Говяжье легкое. Не надо кривиться, все будет хорошо. Так, я буду готовить говяжье легкое в панировке пряной с пюре из сельдерея с пармезаном и винным соусом с черносливом. В общем, все будет намешано, куча вкусов и такой вау-эффект. Круто. Радует винный соус. Ольга для своих стейков из говяжьего легкого приготовила 2 килограмма говяжьего легкого, 800 грамм корня сельдерея, 50 грамм чеснока, 300 миллилитров сливок 33%, 100 грамм пармезана, 80 грамм сливочного масла, 150 грамм панировочных сухарей, 3 яйца, 100 миллилитров красного вина, 80 грамм чернослива, 30 грамм кукурузного крахмала, 2 палочки корицы, 200 грамм апельсина, соль, сахар. Ульяна рецепт хороший, в принципе, достаточно интересное сочетание самого легкого. Может быть, не совсем удачно была панировка. Но сочетание соуса глинтвейн и самого легкого – да, это хорошо. У меня более простой вариант. Я сделаю белорусские картофельные пирожки с начинкой из сердца, яиц, зелени и легкого, соответственно. Сделаю к этому, к этим пирожкам обычный капустный салат. Саше для традиционных картофляников понадобится 500 грамм отварного картофеля, по 500 грамм уже отваренных говяжьего сердца и легкого, 2 яйца, 50 грамм муки, по 120 грамм сливочного и подсолнечного масла, 150 грамм репчатого лука, 170 грамм моркови, 50 грамм корня сельдерея, 250 грамм белокочаной капусты, 20 грамм уксуса, соль и сахар по вкусу. И сделаю легкий крем из домашней сметаны. Обычная, простая домашняя еда. Когда Саша сказал, что будет готовить картофельные пирожки, мне сразу захотелось тоже их поесть, потому что для меня это вкус детства. У меня бабушка делала такие же картофельные пирожки, это очень по-домашнему, очень вкусно. На самом деле, домашняя кухня всегда вштыривает. Всегда, как ты придешь в какое-то заведение, тебе захочется попробовать что-то необычного, но классика и домашняя кухня, они непотопляемы. Круто, оно звучит очень... Работаем мы с Александром на контрастах. Он на белорусской кухне, а я на небелорусской кухне. То есть он мне как бы... Наверное, мы начнем, правильно? Ребят, звучит заманчиво, но вот к слову, я не кушаю мясо и рыбу. Это ваши проблемы. Я полностью с вами согласен. Будем смотреть, как едят родственники. Ого, задача усложняется. И легкое становится сложным. Что же вегетарианского придумают шефы взамен? Я видел набор продуктов, и я понял, что это будет вкусно, как минимум, гораздо вкуснее, чем то, что я пробовал. Мы уже как бы начали, затронули этот разговор. Все-таки, ну, я тоже бывший спортсмен, я занимался достаточно долго греко-римской борьбой или классической. Боролся, естественно, в тяжелом весе до 130 килограмм. Я занимался греко-римской борьбой, потому что тогда к нам в школу пришел тренер, пригласил меня на тренировку. Тем более, это было совсем недалеко. Я пришел, и мне очень понравилось находиться в зале. И вот само действие, сама борьба меня заворажило. Мне стало интересно, и я остался, собственно говоря, на долгие годы. Особенно перед схваткой, такой, либо тебя бросит, бросает жар, либо такая апатия. Вот как вы эти, вот это вот состояние, если оно у вас было? Да, конечно, было. Я думаю, оно у каждого профессионального спортсмена было. И, наверное, самые яркие эмоции, связанные с таким выступлением, это у меня были на домашнем чемпионате Европы, который проходил здесь же, у нас в Киеве. На трибунах присутствовали все родственники, близкие, друзья. Жесть. И ты такой, во-первых, это тебя уже так, да, настораживает, и ты понимаешь, все есть уровень ответственности. Мало того, что ты выступаешь за свою страну, ты не можешь ударить грязь лицом, еще и родные и близкие рядом. И весь народ кричит, да, мы за Илью, кваша вперед. Только золото, только золото. Золото, золото, и начинают скандировать. И ты такой выходишь, такой думаешь, блин, а у тебя права на ошибку вообще нет. Я пошел домой. На что подписаться, непонятно. Но желание развернуться и уйти, оно где-то промелькнуло, но ты понимаешь, что ты не имеешь на это право. И я выхожу, начинаю разминаться, и как следствие не получается вообще ничего. Когда нас представляли очередной гу, трибун, меня подбодрили, еще больше адреналина, и ты такой включился. И главное было начать. Первый взмах, первый прыжок, выплаж удачный, все так, выдохнул, сбросил себя и пошел вперед. Да, это было жестко. Жестко, но запоминаешься. Главное, финальный аккорд такой, когда тебе приятный, да, вешает золотую медаль, звучит гимн, и ты понимаешь, что... И ты такой, да я знал. Я всегда знал, и за день до этого я знал, да я вообще не переживал. Знаешь, когда интервью берут, да я знал, я был уверен. Да, и на пресс-конферензии ты сидишь, ты не рассказываешь, не рассказываешь все вот эти, то есть тонкости, то, что ты пережил буквально пару часов назад. Наши шефы тоже так делают. В кадре уверенность, а за кадром нервы. Ну, я сейчас вторую так, демонстративно. Тебе, вот так, вот так. шамыть, 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 шамыть. Что? Мастер спорта, супертяжелый. Ой, да ладно, я тоже качаюсь, там ничего такого нету страшно. Ты качаешься, а я борьбой занимал. Мы слонов повалим, это не страшно. Ой, я все умоляю. Ты же не путай, вот это вот. На сумме чего тут бояться? С борьбой, это же классика. Два четких удара, и будешь ты там лежать, вот под столом, и классику себе захонять. Сначала попади. Тебя, мой хороший, трудно просмотреть и не попасть. Я боком стою, ты мне не попадешь. Сегодняшняя готовка началась почти с битвы. Шефы полегче. Кровь на кухне нам не нужна. Не тот формат. Ну, давайте, рассказывайте, как познакомились, что было, как произошло. Ну, и вообще произошло очень весело. Я листал ленту социальных сетей, увидел симпатичную девочку, думаю, фотка классная. Думаю, а добавлю-ка я ее к себе в друзья. Ну, я не знал в тот момент, что по ту сторону экрана не Илона, а ее мама. А вот это принцип саналия сетей. Тоже девочка. Я хотела пошутить, а на той стороне брутальный бородатый мужик. Ну, вот. А на той стороне, оказалась ее мама, моя будущая теща. И мы начали общаться, переписываться сначала с ней, потом в процесс включилась Илона. Да, на тот момент я был на таком, на одном из пиков своей популярности. Закончился проект с вышкой, я был в топе медиа нашей страны. И я считал, что все смотрели это шоу, и все меня знают. Я думаю, та сейчас напишу. А ты знала? Она даже шоу, ни одной серии не смотрела, ни одного выпуска не видела. Я же говорю, подойду, откуда такая наглость? Как откуда? Ну, ты же близкий друг твоей мамы. Мне интересно, а мама чад создала? Что это мама? Мама мне рассказала, что Илона, я добавила в друзья симпатичного молодого человека. Он спортсмен. Я выбрала тебе жениха. Я говорю, мама, мне только спортсмена не хватало. Наверное, своим отказом Илона меня и зацепил. Сейчас я расскажу правду. Какой Илья муж? На самом деле, он заботливый отец. И во всех сферах. Начиная с завтрака, заканчивая уложить ребенка спать. Поэтому мы в надежных руках. Смотрите, это корень сельдерея. Запекла его с травами и оливковым маслом почти час в печке. Да? Да? Хотите кусочек? Sounds good. Давайте. Я готов. Хватай. Надо ручкой брать. Конечно. Он полностью готов. Вы подождете готовый вариант? Да. Ну, это так, на затравочку. Я просто подмасливаюсь к вегану. У нас же три голоса, как-никак. Так, печеный корень сельдерея обжаренный на сливочном масле. И здесь у меня сливки. Потом я это блендером сделаю пюре и добавлю пармезан и будет такое хорошее пюре. Здесь сейчас буду совсем не похожее на легкое мяско. Панировать в сухарях травами и обжаривать. А потом займусь соусом. Теперь ты. Значит, я подготовил начинку. Это обжарил на смеси сливочного растительного масла, мелко нарезанный лук, морковь, зеленый лук и яйцо. Сейчас для Геннадия я отдельно отложил это его начинка. А для вас я сейчас сюда добавлю мелко порезанное сердце, мелко порезанное легкое. Еще немножечко обжарю, чтобы оно дал больше своего вкуса. Соединим и начнем готовить тесто для непосредственно пирожков. С готовкой-то понятно. А вот интересно, прыгали ли шефы с вышки? У меня бабушка работала во дворце водного спорта. Ну и снизу. Мне было, наверное, лет 10. 10-9 вот так вот. И снизу-то кажется, ну что там, господи, 3 метра. А чем вы говорите? Я сейчас. И это состояние, когда я подхожу. Я так, да ну его нахрен. Я первый свой страх переборол. Я отошел вглубь, скажем так, трамплина. Я постоял минут 5. А потом решил, что если я не прыгну сейчас, то я не прыгну никогда. Я разбежался, прыгнул, конечно, это был жестяк. Ну вот. Ну я долетел до воды, нормально приземлился, и после этого я даже сейчас могу нормально прыгнуть. И с 10 метров. Правда, солдатиком и брызг будет там километр, но тем не менее. Прыжок с 10 метров заменяет, наверное, все и сразу. Потому что, когда ты выходишь на диземной рацион экстрима. Я бы не прыгнула, честно. Все это говорят. Ну все это говорят. У меня тоже приходят говорят. Я плохо плаваю, я к воде так на старшину очень отношусь. Это надо было бы делать с криком это спарта и сталкивать меня просто-напросто с этой вышки. Даже если бы это делал Илья. Давай мы бы могли бы не полностью наполнять тот самый бассейн. Тут тогда прыгнул, но и не глубоко бы было. Сашенька, ты добрейший души человек, но если я, что-нибудь со мной стучит, так кто с тобой будет работать? Согласен, ладно. Никто не захочет. Я не подумал. Да уж, соперников надо беречь. Я подготовила мясной вариант горячего для вас, безмясной вариант горячего для Геннадия. Отправлю это все в печь. Ну, обжарила, естественно, запанировала, обжарила, отправлю в печь, буду делать потихоньку свой соус и гарнир. Ты на какой стадии? У меня готовы две начинки. Я сейчас сделаю тесто картофельное. В принципе, это отварный картофель. Обязательно, если вы варите картофель на пирожки, хотя это уже просто вареный, добавляете туда лавровый лист, душистый перец, луковицу, чеснок. Тогда будет не просто картофель, а еще картофель с ароматом всех этих продуктов. Это будет вкуснее и ароматнее. Запомнил? А кто из вас готовит, уже сразу вопрос. Возможно, у ребят есть курс, я вас слышу. Возможно, я к ним запишусь. Ух ты, это винный соус. Надо было привлечь ваше внимание. Да-да-да. Назрел вопрос. Гена и Лона, вы прыгали с вышки вместе с ним? Я вообще боюсь ходить к нему. Я еще нет, но планирую скоро. И? И вот эти люди сидят и говорят нам приходите! Это же так здорово! Моё не жалко! Мысленно прыгали, как бы... Я их завлекаю, на самом деле. Тем временем Саша замесил картофельное тесто. Да, белорусы из Бульбы умеют делать все. Вот смотрите, картофельные наши пирожки. Мы сделали тесто. Я делаю такую лепешку. Беру фарш. Кладу сюда. Слушай, она выглядит очень, очень и очень... Выглядит очень и очень аппетитно. Потом мы это все обжарим, но когда я буду жарить, я это пожарю на смеси сливочного растительного, чтобы была такая легкая корочка. И вот у нас получается вот такая вот... Вот такой вот пирожок. А я варю вам глинтвейн. Собственно говоря, любите глинтвейн? Котлеты уже готовы. Котлеты Геннадия я пометил луком, чтобы, не дай бог, не перепутать. Вот. Сейчас мы их быстренько обжарим и чуть-чуть доведем в конвектоматии. Буквально 3-4 минуты. Буквально 3-4 минуты, а пока они будут доходить, я сделаю салат и сделаю крем из домашней сметаны. А я уже сделала вам соус о леглипы. У вас все так легко и просто получается. А это... Но у меня не так. Если я пробую готовить что-то на кухне, у меня все летит, там все так... Вся кухня. И это нормально. Кухня там 5 метров в длину, она вся у меня заставлена, вся грязная, вся... Ну, то есть это просто жесть. Я добавил сливочное масло, растительное масло, и я добавил сюда лук, потому что тогда масло обогащается ароматами лука и становится аромат невкуснее блюдо. Ты запомнила, запомнила. Смотри, как Саша готовит, как Коля готовит. Ты запомнила, запомнила. Вот смотрите, надо добиться такого легкого, легкого, легкого золотистого колера. Вот все, они готовы. Главное не пережарить. Берем противень, застилаем лист, листом, можно вот лист пергаментом, можно взять силиконовый коврик, лишний жир растряхиваем. А я сейчас положу немножко в другом направлении, чтобы не перепутать. Думаю, что можно ввести новое правило в нашей программе. Кто не готовит, тот и не ест. Делаем салат жылком. Спасибо тебе, спасибо. Боже, как ты прекрасно смотришься там. Сколько любви было в этом взгляде. Вот на этой. Ты видишь, я что-то делаю. Я что-то делаю. Все сложили. Хорошо. Что-то. Не, ну с этим я, думаю, я справлюсь. Хотя не факт. Очень главное, вот быстро, да, но не так быстро, чуть медленнее, но аккуратно, чтобы чувствовать продукты, чтобы не пораниться. Даже в перчатках. На это можно смотреть вечно. Ну что, семейный подряд? Прошу ко мне. Конечно. И последнее. Чтобы Илье не было так скучно, и он чувствовал поддержку. Похоже, сегодня мальчики играют против девочек. Есть. Сверху не розово положено. Все, отлично. Добавляем все сюда. Все мяско. Может, я сам? Да. Я лучше сам. Да. Супер. Можешь сюда. Дальше. У тебя щипты, у меня щипты. Все. Берем. И точно так же. Мы это делаем. Так, остыло, остыло. Давай. Тебе так удобно? Перенешиваем. Ну, вот у вас иногда так и изящно получается. А вот я чувствую, я бы сейчас вот так. И были бы мы без салата. Если бы я сказал, сколько вот таких я килограмм капусты вот так вот передал. Я счастлива, что сегодня Илья научился делать салат. Теперь я чувствую, что на завтрак, обед и ужин мы будем есть салат. Все. Салат готов. И последнее, что нам необходимо сделать, мы сделаем легкий крем из сметаны. Вот сюда мы добавляем немножко соли. Да, вот оно когда лежит так одно на одном, очень-очень красиво. Все. Еще чуть-чуть. Так, что-то пошло не так. Не переживаем. Немножко попробуем. Добавляем. Все прекрасно. Пару капель. Щипты тебе больше не надо. Лимона. Клади-ка мне сюда. Так, сейчас я сделаю, ты смотришь, потом повторяешь. Можно выкинуть, да. Илья, ты запоминай просто. Да, Илья. А еще лучше записывай. А вообще-то все рецепты можно найти в наших социальных сетях. Вот у нас получился легкий крем из сметаны. Из домашней сметаны. Красивенько. Где тебе нравится, там положишь. И соус. Давай. Все. И сейчас мы будем подавать. Казалось бы, да? Все просто. Но. Не совсем. А? Ничего, это все вытирается, все поправляется, ничего страшного в этом нет. Тем более, ты сейчас соусом по краю торел. Так, под руку мы не говорим. Идем мешать салатик. Я уже все? Что сделали? Видишь, все, никакие точки, ничего страшного. Это все. И теперь мы немножечко зелени добавим. Это у нас рукола. Ты, главное, запоминай, у тебя у жены скоро день рождения. Будешь готовить праздничный. И у дочери. Все, просто импровизированный шарик. И вот сюда его аккуратненько. И он, он красивее должен. Я старалась. Все, собственно, вуаля, наша блюдо готова. Спасибо. Да, курс прошел успешно. От помощи шефам аппетит разгулялся бы еще больше, если бы не факт, что на тарелке гостей ждет легкое, будь оно нелегкое. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И что? И что? Салат на старт. Все, все, все. Мы уже. Салат сделан очень хорошо. А? Между прочим, профессионал сказать. Нет возражений. Молодец. I'm ready. Вот у тебя, конечно, там нюансики я вижу, но ничего, ладно. Мы разные, но мы вместе, несмотря ни на что. Ух ты. сидишь как в предвкушении какого-то чуда и готовишься к тому, а что же будет дальше? Все осталось. Это вишенка на торте, да, Саша? Это прям вот. Это последний идеальный штрих для того, чтобы блюдо выглядело и было идеально. Я уже люблю белорусскую кухню. Это же белорусская кухня, правильно у нас? Да. Это белорусская кухня. Да, только в белорусской кухне не было микрогрина, если что, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Шевелим булочками. Давайте, 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 активнее. Вот оно, легкое во всей красе. Оля его хорошо замаскировала под слоем золотистой пикантной панировки и подала с пюре из сельдерея с пармезаном. Блюдо дополняет сливово-винный соус. Бон аппетит. Спасибо. А, прошу прощения. И для Гены специально сулугуни в пикантной панировке. Все то же самое на сулугуни. Но я бы все равно попробовал бы, даже если вы мне сказали, что вы приготовили. Я же вам доверяю. Немножко пережарена. Она была темная. Если бы она была более светлого внешнего вида, от этого блюда было бы еще интереснее, еще вкуснее. Но это, опять-таки, это на мой взгляд. Не боимся. Отрезаем кусочек и пробуем. Ничего страшного. Все вкусненько. Можно в соус макнуть. Он там у нас на тарелочке растекся красиво. Так, это первый раз. А можно я просто пойму, ничего не буду говорить? Конечно. Глядя на вас, мне захотелось. Ты у бабушки легкие кушала? Нет. У бабушки легкие кушала. Бабушки на легкие кушала. Я хотела сказать, бабушки на легкие кушала, потом подумала, нет. Илона, а ты пробовала легкие, как их готовит твоя бабушка? Нет, не пробовала. То есть у тебя это вообще первый раз? Я вообще это первый раз. А касательно бабушки, мы уже много разговаривали, а касательно этого блюда, это просто нереально вкусно. Когда ты ешь, ты не чувствуешь о том, что... Мясо просто? Да, просто это мясо. Ты не думаешь о том, что это легко. То есть невозможно в этом блюде понять и угадать, что ты конкретно ешь. Круто. Очень спасибо. Я-то пробовал простые отварные говяжьи легкие, посыпанные лучком. Лучком и солью. Все. Это весь антураж, который был сделан для меня, нашей бабушкой. Ну, я хочу сказать, он меня хороший кум пригласил. Пригласил меня. Мне здесь определенно нравится. А вот и легендарные домашние картофляники с говяжьим легким от Александра. С простым капустным салатом и простым кремом из сметаны. Вот уж правда, все гениальное просто. Саша, заверни мне с собой две штуки, пожалуйста. Приятного аппетита. Или, как у нас говорят, смашина есть. Дуже дякую ему. Саша не сделал мне пирожок, он обделил меня. Просто вот не досталось. Ни краюшечки. А, ну и Геннадий у вас отдельный, так сказать, индивидуальный подход. Мне так нравится это дополнение и Геннадий. Или я куша, жена и Геннадий. А гости снова молчат. Языки, что ли, проглотили? Ну, знаете, улыбаюсь. Я думал, вы плакать собираетесь. Нет. Как говорят у нас, шо его казать, ковывано, конечно. Ну, это очень вкусно. Просто нереально. Настолько насыщенный, сбалансированный вкус. И легкими. Тут даже не пахнет, не чувствуется. Просто реально очень круто и вкусно. Спасибо большое. Геннадий, а вам как понравилось? Настоящая мужская еда. Вы посидите, обсудите, а мы придем через какое-то время. И вы примите решение. Ну да. Да. Все, приятного аппетита. Спасибо. Теперь гости остались с легким на тарелке и сложным решением, которое придется принять. Что думаете, ребята? Я для начала хотел бы услышать ваше мнение. Кто вы? С одной стороны, для меня нонсенс это пюре из парнисельдерея. Это что-то. А с другой стороны, картофельные пирожки это что-то новое тоже для меня. Скорее всего, отдам свой голос за... За пюре. За Ольгу. Хорошо. Я отдала свой голос за блюдо Ольге, потому что я все это пробовала впервые. И меня это поразило на самом деле. Вообще ребята очень крутые. Да. Но нужно выбрать одного. Ну, я сегодня, пожалуй, у Александра очень понравился Оля, но выберу Ольгу. Вот она так чуть-чуть сельдерейчиком побаловала, новыми какими-то... Все понятно. То есть изначально... Вкусами. Да. То есть... Вот это вот сковородочке, которое, да, 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 положила, это уже... Это был подкуп. Хорошо, ребята, я вас понял, но я еще подумаю. Кто же у нас сегодня победил? Очень сложно. На самом деле очень сложно, потому что и Саша, и Оля приготовили идеально вкусные блюда. Да, судейство – тема нелегкая. Особенно, когда нужно судить за легкое. Дисциплина у нас очень творческая, поэтому и оценка должна быть соответственной. Ну что? Илья, ну что, приглашаем вас сюда? Иду, иду к вам. Если можешь ходить, иди. Ну что вам рассказать? Это были самые яркие, не забываю, вкусовые чувства, эмоции, которые были у нас за последнее время. Это наше общее мнение с ребятами. Победу мы отдаем... Кому же, кому же, кому же... Александр или Оля? Оля или Александр? Так самый нелюбимый момент ожидания, когда вы нас томите и маринуете. Ладно. И выиграл победу сегодняшним шоу. Я не буду это есть. Одержала. Ольга! Серьезно! Спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо! Я любитель стейков и всех у меня сообразной интерпретацией. Поэтому, наверное, и... Вот тот небольшой балл, который перевесил, вот именно поэтому мы отдали. Я отдал. Супер! Вам... Я жила на ибре, я по... Очень круто. Да, проведу аналогию. Ты прыгаешь хорошо, а рядом прыгают так же хорошо. Но судьи отдают на полбала больше. Другому атлету, конечно, тебя это расстраивает. И ты занимаешь не первое место, а второе. Но в Сашином варианте, я вам хочу сказать, что он супермолодец, суперпрофессионал. И пусть не расстраивается. Его пирожки просто шикарны. На правах победителя сегодняшней программы я хочу вручить тебе от нас наш фирменный фартух. Будете готовить в нем дома. Ты, Илон, это уже будет ваше дело, но... Больше идет Илья, согласитесь. Да! Хорошо смотрится, да. Отлично, как раз по размеру. Книгу с нашими рецептами. Здесь мы с Сашей собрали самое лучшее. По-моему, там даже есть бургер без мяса, если я не ошибаюсь. Илон, а? Вот. И последнее. Это наши любимые, замечательные, экоторбочки с нашим логотипом. Класс, спасибо. Будете ходить за овощами, фруктами, чем угодно, и спасать планету. Круто. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Как показала практика, в каждой стране есть самородки готовые, которые могут творить чудеса и сделать любой продукт очень вкусным, ярким и не забываем. Ах, ну что, дорогие телезрители, через неделю на этом же месте в Киеве мы приготовим что-нибудь еще для новых гостей. Следите за нами. Фейсбук, Ютуб, везде. Лайкайте. Мы готовим для вас. Ура! После программы я не буду это есть. Я буду есть и легкое, если его буду готовить точно так же вкусно, как готовили наши шеф-повара. А напоследок я скажу, я жду свои картофельные пирожки, Александр. Сейчас пойду и сделаю. У нас остались продукты. Сейчас пойду, Оля, сделаю отдельных два пирожка. А вы обязательно комментируйте и присылайте свои фото наших рецептов. А вы будете есть легкое.